добрый день всем на связи мастерская сегодня хочу поговорить и показать как я делаю вот такие вот шарики которые впоследствии можно применять для декоративного использования но никак никому не секрет да что есть современные фрезы такие которые позволяют делать любые формочки из мягких материалов их понятно что на дубе например можно на любой плоскости сделать и он будет более-менее гладкий ну как делать их без ворсы без всяких щепок без всяких лишних задиров то есть более-менее чистенькие хорошенькие шарики у всех остаются наверняка отходы производства в данном случае вот такой кусочек где волокна расположены в этих направлениях и использовать его куда-то в резьбе там или еще где-то в лучшем случае в печке можно жечь значит они очень хорошо пойдут для изготовления этих шариков что я делаю я распускаю такой брусочек на торцевые пластиночки вот такие примерно нужная толщина для каждого шарика то есть какие мне шарики нужны такую я пластиночку и делаю больше меньше толще уже с площадочка сверху или просто округленькие почему торец потому что на торце если фрезеровать эти шарики на торце то есть соответственно не будет чепок боковой плоскости то будут обязательно волокна ворса и прочее негодяйские такие штучки некрасиво и так торец в данном случае не особо заморачиваясь беру фрезер и начинаю фрезеровать все зафиксировал дальше я выставляю нужную глубину то есть что мне нужно чтобы над чтобы кромка нижняя шарика практически касалась нуля то есть где-то от нуля подняться на пол миллиметра можно на миллиметр зависимости от того какая высоты нужны шарики то есть я опускаю до нуля и чуть-чуть приподнимаю всего это нужно чтобы шарики сидели в обоями никуда не высыпались ну вот получается друзья такие интересненькие гладенькие красивенькие без всякие ворсы без ничего шарики дальше я буду закатывать эту пластинку может быть продолжу со следующими и покажу как я буду их вылуплять из ячеек вот довольно быстро я сделал таких пять пластиночек в каждой пластиночке я посчитал ну примерно там среднем 70 шариков эти 70 шариков делаются может быть минут 10 фрезеруются ну плюс еще их надо будет выдолбить ну то есть довольно таки быстро можно наделать целую кучу и украсить какой-нибудь элемент декоративными такими штучками это прикольно подходящего радиуса выкручивается просто выкручивается он сам выпадает вот получается шарик это способ первый вообще у меня есть специально приспособленный такой пробойник это трубка заточенная с внешнего радиуса ей тоже очень легко аккуратно ставится один удар один удар и камера почти упала один удар вот и здесь остается шарик он просто выталкивается и получается тоже такой маленький симпатичный шарик они небольшой можно даже руками вот так вот его выкалкивать вот таким образом быстренько и качественно можно вылупить много шариков вот они храню их в таких сотах потому что так они не разлетаются и как бы вроде видны эти пластинки нигде не затеряются можно просто выкалкивать их вот они выламываются остаются на краю и дальше тоже просто выламываются это более грубая работа получится то есть нужно будет еще желательно чем-нибудь обработать торцы но тем не менее тоже способ особенно актуально это на больших шариках больших радиусов там 15-20 там просто вышибает если на продольных волокнах делать эти фрезерованные шарики то они просто будут вылетать каждый за каждым и в конечном итоге у вас вообще фрезер вылетит даже новой фрезой у вас практически ничего не получится хорошего без дворцы красивого шарика нет а вот на торце вполне себе реально это делать может быть даже несколько заходов но по крайней мере это получается сейчас я не буду заморачиваться извиняюсь но поверьте мне это можно сделать дальше область применения вот в моем случае мне нужны были вот на такую короночку небольшую шарики вот здесь я заскурю и таким образом сюда их приспособлю приклеил шарики они пока еще клеятся но уже можно посмотреть вот довольно таки неплохо украсил что элемент дополнил так сказать может даже и выделил как-то подчеркнул красоту декоративности декоративность элементов да еще хотел бы сказать еще об одном способе доставания шарик из сот можно эти пластинки наклеивать через бумажную полосу то есть клей бумага клей и еще на одну дощечку потом дождаться пока высохнет склеится соответственно дождаться пока высохнет потом отфрезеровать так же но уже с проходом нуля то есть чуть ниже нуля и тогда таким образом бумага будет отрываться между слоями древесины и вы сможете их отделять удачно но тогда придется их подшкуривать нижнюю часть шарика возможно придется всем спасибо за внимание всем удачи всем добра